Спартак Приморья уступил Новосибирску. Наша команда и, в частности, главный тренер Евгений Кисурин заведомо предупредили болельщиков об этой игре. Дело в том, что этот матч должен был стать выходным для травмированных и уставших игроков, поэтому на паркет Спартак вышел не в оптимальном составе. Зато вернулся Трушкин, один из главных бомбардиров команды. Против действующих чемпионов начали достойно. Первые две четверти шли ровно, а если новосибирцы и обгоняли, то только на пару очков. Второй игровой отрезок приморцы выиграли, но третья десятиминутка стала разгромной для хозяев. Сибиряки за пару минут увеличили свое преимущество до двухзначного. Последний период красно-белые и вовсе доигрывали без Трушкина и Стуленкова. Молодые баскетболисты, вышедшие в роли второго состава, в атаке убавили, зато неплохо показали себя в защите. Но команде нужны были именно свои очки, поэтому в итоге Спартак уступил гостям 71-91. Наставник приморцев отметил, что игроки провели в целом неуверенный матч. Какая-то спешка, как будто мяч горячая бомба, которую надо быстро отдать кому-то. То есть никакой логики нет у нас, просто потери народу, ну как бы так по глупости. Как будто мы боимся играть. Я знаю, что они не боятся, что они, конечно, переживают, они хотят лучше сыграть. Но пока они прислушиваются к тому, через что это можно преодолеть. Перед четвертьфиналом Суперлиги, где наша команда встретится с Сахалином, красно-белые сыграют еще одну игру. Последний матч регулярки Спартак проведет 25 марта с Иркутом. Спорткомплекс «Динамо» готовится к перезагрузке. Планы по реконструкции стадиона с прилегающими зданиями обсудили во Владивостоке. В планах на базе спорткомплекса создать центр семейного отдыха, где также параллельно будет проходить подготовка национальных сборных команд. Наша задача – привлечь инвесторов и создать по-настоящему социальный проект, который был бы окупаемым в современных экономических условиях. В то же время реконструкция стадиона очень актуальна в преддверии приближающихся Олимпийских игр в соседних странах – в Республике Корея, Японии и Китае. «Динамо» ждет множество обновлений, таких как, например, защита от дождя и снега, а также постройка новых сооружений. Главная цель, преследуемая при реконструкции, спорткомплекс не должен просто так стоять в центре города. Сюда должны ходить как можно больше людей. Своеобразный семейный спортивный досуговый центр Владивостока. Пример тому – Фетисов арена, заполняемость которой, кстати, в прошлом сезоне составила почти 100%. Максим Яковлев, Василий Косилов, Дмитрий Сухоруков, Кирилл Корнилов, Игорь Болтов. Новости спорта на восьмом.